Вот эта маленькая комнатушка в съемной квартире – единственное пристанище семьи. Проживают здесь четверо – Айгуль с мужем и двое детей. Дочери 10, она здоровый ребенок, учится в пятом классе. Сыну 7, мальчик-инвалид детства, страдающий ДЦП. С таким ребенком в таких условиях очень тяжело, его надо купать. Я купаю здесь. Здесь у нас в общежитии душа нет, общий туалет, кухни нет, я здесь готовлю. Поэтому я хотела бы хотя бы временное жилье мне предоставить. Я не говорю, чтобы мне собственное жилье, хотя бы временное, чтобы полегче мне было. Понимаете, с условиями. А то здесь вообще условий нет. Я не говорю, что там много таких, много таких, я это знаю. Собственного жилья ни у Айгуль, ни у мужа нет. Все годы в браке жилплощадь они арендуют. Правда, снять даже благоустроенную полуторку для них дорого. Приходится довольствоваться общежитием, так дешевле. После ухода старшего совершеннолетнего сына стало уже не так тесно, но подрастают малыши. А в очереди на квартиру от государства придется постоять еще не один год. С 2013 очередность продвинулась ненамного. Поход в Акимат также не решил жилищный вопрос. Мне сказали, вы не одна такая, пожалуйста, ждите. Я обращалась еще года три назад. Мне сказали, у нас есть центр для детей инвалидов, можете его туда сдать. Как я мать сдам своего ребенка? Это мой ребенок. Как бы ни было, я просто то, что мне положено, я прошу хотя бы временное. Мне не надо там хором, мне однокомнатную хватит. Семья сейчас рассчитывает только на пособие сына по инвалидности. Сумма составляет 69 тысяч тенге, из них больше 20 уходят на оплату комнаты и комуслуг. Глава семьи перебивается случайными заработками, которые не позволяют поселиться в нормальных условиях. К тому же, по словам Айгуль, к обращению в СМИ ее подтолкнул недавний случай, случившийся в нашем городе. Одинокий мужчина с ребенком-инвалидом все же получил временное жилье от государства. Живет, кстати, тоже неподалеку. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».